В 92-м году Старосколец Иван Клышников решил стать фермером. Тогда это было чем-то новым. Всё было непонятно и по сути на нашей земле он первопроходец в этом деле. В 92-м, 93-м, ну где-то лет 5 первых, кредиты давали действительно как в Америке, как на Западе. По 2% годовых. Первому сыну он дал имя Ярослав. И именно поэтому Иван Степанович своё фермерское хозяйство назвал Ярослав Мудрый. В этом тракторе сегодня пашет тот самый Ярослав. Они возделывают 200 гектар земли своими собственными руками. Ну как, встаём где-то около 7-8-го, кормим животных дома. И потом где-то около 10 часов выезжаем в поле, работаем до вечера, световой день. Выращивают самые разные культуры, в том числе и картошку. Вот такая картошка вырастает на ферме Ярослав Мудрый. Ярослав Мудрый, фермерское хозяйство. Вот этот клубень весит примерно 700 грамм. Согласитесь, неплохо. Хороший урожай – это не случайность. Это научный подход, знания, которые накопил Иван Степанович. Картофель мы занимаемся все 26 лет нашего фермерского хозяйства. Стараемся дружить с наукой, с институтами. Начинали мы с нашего института, Белгородского сельскохозяйственного. Там была прекрасная картофельная лаборатория. Но потом, как говорится, когда это пошла развала, разруха, и эта картофельная лаборатория приказала долго жить. Спасибо, спасибо, что еще в Москве остался самый наш главный институт в России. Называется научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени Лорха. Я там бываю каждый год по 2-3 раза. Это действительно кладезь науки. И вот последние годы мы берем семена только у них. И опять же практически всю работу делают сами хозяева. Не исключение и супруга Валентина Клышникова. Она собирает картошку, а если требуется, то и за руль трактора сядет. Однако сельским хозяйством не заканчивается. Ярослав Мудрый на сегодня здесь вскармливают и около ста телят. Все в естественных условиях и натуральным кормом. Своего сена здесь достаточно. Сельское хозяйство без жидко-наводства – это, как говорится, пол-дела. Во-первых, жидко-наводством можно заниматься даже из-за навоза, как это непарадоксально звучит. Мы, допустим, все с полей, сено, солома, свозим на ферму. А потом в виде навоза возвращаем все это на поля. И это получается органическое удобрение, экологически чистое, бесплатное. Ну и, естественно, мясо. Мясо, особенно говядина. Значит, это единственный бизнес в сельском хозяйстве, который, я не знаю, поколений на пять, наверное, будет беспроблемный. Вот, допустим, зерно мы сейчас вырастили, 5 рублей цена. Если мы задим по этой цене, значит, мы сразу, как говорится, разоримся, что называется. А если мы пропускаем через бычков на корме, вот, значит, эта цена возрастает, ну, где-то пять раз примерно. В итоге получается вот такой бык, они зовут его Михаил Михайлович, он очень большой, примерно полтонны, в общем, красавец. Вообще с рождения берем телят маленьких и своих выращиваем из-под коровы. И вот результат вот этого вот красавица. Значит, мы можем трудиться, умеем вести хозяйство и можем себя прокормить. Вот наша продукция, которая идет именно населению, мы это продаем даже и говядину. Вот к нам приезжают, допустим, берут там на двоих, на четверых быка. Вот, цена, цена примерно два раза ниже, чем на рынке, примерно два раза. Это очень выгодно, это удобно. И этот человек видит свое мясо живым еще, вот, и его не обманешь, потому что некоторые там перекупы берут неизвестно где, подают за деревенское, но это неправда. А вот он на его глазах в течение получаса, он уезжает с багажником этого, действительно, балыков мяса. Вот, еще картофель. Картофель, это, как я уже сказал, значит, это выращен, выращен на песчаной земле, на нашей органике, потому что навоз захватает, вот, еще мы сеем это, седеральные культуры, это, которые запахиваем горчица, значит, горох и так далее, гречиха, вот, это тоже самая трава, которая запахивает, дает это, вот, картофель получается очень вкусный, рассыпчатый, без никакой химии. За более чем 25 лет Иван Степанович ни дня не пожалел, что выбрал этот путь. За это время выросли его три сына, которые сегодня ему активно помогают, а мы гордимся тем, что на нашей земле живут такие герои сельскохозяйственного труда.